Всем привет, с вами Банни, и сегодня мы поиграем в замечательную игру под названием Фрэн Боу. Ну что ж, давайте продолжим. Так, вот мы попали неизвестно куда. Я вижу нашего котика, но не вижу Фрэн. Давайте вкажем. О, мы сейчас играем за котика. Ботинок Фрэн. У нас лапка такая крутая. Так, это колготки Фрэн. Ботинок Фрэн. Что за уродливое дерево? Я расцарапаю тебя. Котик, котик, перестань. О чем ты говоришь? Фрэн, моя дорогая, это ты? Не может быть. Фрэн, дерево что? Что такое, мой дорогой? Конечно, это я. Кто еще? Фрэн, ты дерево! Фрэн, не глупи, помоги мне встать. Секунду, где мои руки? Почему я не могу пошевелиться? Я говорю тебе, дорогая, ты превратилась в дерево. Что? Ну как? О, мой дорогой, это конец. Это все большой монстр, я знаю, он не даст нам вернуться домой. Надеюсь, он не вернется. Он очень страшный. Он всегда возвращается. Кажется, я его помню еще с той ночи, когда мама и папа погибли. Котик, я не хочу говорить об этом. Хочу вернуться домой. Но ты дерево, мой друг, дерево. Я не могу донести тебя до дома. Кроме того, я не уверен, где мы находимся. Я умру, котик? Скажи мне. Прошу, не говори так, Фрэн. Не оставляй меня. Но я чувствую себя такой слабой. Ха! Чем ушки, мать. Хомка! Игни махули! Колки-кальки... Короче. Игни жакли ванди. Эй, 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 не трогай, Фрэн. Ой, осторожнее, сэр. Почему вы нападаете? Вы можете сказать, где я, сэр? Альки-кальки-халли. Прекратите, я вас расцарапаю. Что ты бьешь, Фрэн? Что они говорят? О, котик, почему это с нами происходит? Аля! Прекратите нападать. У меня нет дурных намерений. Котик, помоги мне. Найди мою сумочку. Может, я смогу что-то сделать. Посмотрим, что я могу сделать, Фрэн. Ну, хватит тыкать-то. Деревянная лодка. Ладно, котик, потопали. Что это такое? О, я возьму этот камень блестящий. Что это такое? У-у-у. Котя-бы чьи. Эм. А ну-ка, может быть. А что это такое? А ну-ка, может быть. Вот, прекрасно. О, застряла. Вот так вот. Вот. А теперь бежим. Берем сумочку. О, я достал сумочку. Так. Изучим. Это цена книга, я не могу ее прочитать. Красиво, фото. Я был тогда маленьким котенком. Не нужен нож. У меня есть страшные когти. Отлично. Мне это больше не нужно. Не нужно, говоришь? Ну, ладно. Хорошо, мы нашли сумочку. Френ. Френ, не умирай, пожалуйста. А, не тыкай. Френ, дорогая, достал сумочку. Извините, ты самый лучший, мистер Полныч. Теперь покажи фото моей семьи, сэру, которая нападает на меня. Может, он поймет, что я человек. Я очень надеюсь на это. Так. Давай покажем использовать этому чуваку. Давай. Трата там. А, а, не-не-не, Френ, Френ. Куда вы меня забираете, сэр, овощ? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Прыгай, прыгай за ней. Они хотят помочь тебе, Френ. Я чувствую. Не бойся, мой друг. Котик, останови их, пожалуйста. Просто не оставляй меня, я буду рядом. Прыгай. Вот, умничка. Прелесть вообще. Одежда. Френ, же, это... Дерево, дерево, но нам же... Вегатативное состояние. Как прекрасно это. Ну что, овощ? Это сейчас реально не смешно. Здравствуйте. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- С тремя людьми и котом. Полагаю, ты одна из них, маленькая девочка. Да ты, Ванга. Прошу, прости моего друга, если он напугал тебя. Мы никогда не видели человека, похожего на дерево. Помогите мне, прошу, я девочка. Хо-хо-хо, нет, нужды говорит дитя. Плод все мне покажет. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Опаньки. Опа. Эээ, ну шо ж так бестеремально, больно же. Хи-хи. Он волшебник, да? Ммм, посмотрим. Ты хорошая, без сомнений. Эээ, искатель правды. Частое явление в семейном дереве бул. Ага, тебя зовут Фрэн, девочка со страстью к жизни. Я вижу большую любовь к существу, стоящему рядом с тобой. Кот, защитник врат. Интересно. Не надо грубить, Фрэн. Вы можете видеть все, что в плоде? Тише. Я вижу что-то еще. Плод ничего не скрывает. Вижу мир, который никто не должен видеть, кроме одного. Что вы имеете в виду, кроме одного? Вы про монстра? Ты не должна быть здесь, Фрэн. Ну, спасибо тебе. Это все, что я могу тебе сказать, мое дитя. Я понимаю. Вы можете мне помочь? Мы не можем отпустить тебя, это слишком опасно. Ты не должна была узнать о нашем существовании. Должен быть способ. Скажите мне. Я умерла? Умерла? Что это значит? Это когда ты больше не существуешь. Быть деревом ненормально. Должно быть, я умерла. Смерть не что иное, как отсутствие любви. Если ты не любишь, ты умираешь. Даже если тепло продолжает ходить. Если я не мертва, вы должны помочь мне вернуться домой. Кот, подойди ближе. Дай посмотреть на тебя. Как тебя зовут? Меня зовут мистер Полмыч. Красивое имя. Как думаешь, Фрэн должна вернуться домой? Думаю, да, сэр, вините нас домой. Умоляю вас. У меня есть вопрос. Вы король? Ха-ха-ха-ха. Вы забавные. Да, я король. Король инверсты. Инверсты, вернее. Какая честь, ваше лесочетство. Мне нравятся ваши листья. Они красивые. Котик, ты что? Король, сэр, пожалуйста, вы поможете? Почему ты хочешь вернуться домой? Плод повидал мне твою историю. Вам почти не к чему возвращаться. Есть много причин, сэр. Но самое главное, это моя тетя. Она защитит меня. Я хочу, чтобы о мне кто-то заботился. Я сбитая с толку. Хочу туда, где буду чувствовать себя, как дома, сэр. Понимаю, ты очень храбрая. Я просто хочу домой. Прошу, помогите мне. Есть вещи, которые я не могу сделать. Но я помогу тебе. Я проведу тебя к двери, что отнесет вас домой. Твоя задача пройти сквозь нее. Правда? Большое спасибо. А где эта дверь, сэр? Поговорим об этом позже. Сперва ты должна научиться говорить и ходить. Да, сэр, было бы здорово. Боюсь, я не смогу вернуть тебе человеческое тело. Только великий волшебник поможет. Но мы поговорим о нем после процедуры. Какая процедура? Сначала ты должна понять наш язык. Но как я не смогу понять ваш язык? Съешь этот фрукт. Ага, как прекрасно. Твои уши и язык будут понимать. Но не глаза. Ты не сможешь читать. Не беспокойтесь, я всегда могу спросить. Извините, вы понимаете, что я говорю, человеческая леди? Да, понимаю, вы такой добрый. Это удивительно. Ты понял, котик? Нет, я не понял. Требую один фрукт для себя, кота. Ваше высочество. Тебе не нужен фрукт, мистер Полноч. Наш остров полон ароматов и звуков. Скоро ты взглянешь на все, как на свой мир. Никаких сомнений. Ты справишься, котик. И, сэр, вы знаете, почему я стала деревом? Да, но не думаю, что я тот, кто должен отвечать на это. Теперь перейдем к процедуре. Ты боишься высоты? Ну, зависит от высоты. А что? Отведи ее наверх, немедленно. Господи, это ракашка какой-то недоделанный. Куда вы меня несете? Что вы собираетесь со мной делать? Достать тебе пару рук и ног. Все будет хорошо. Я буду ждать тебя, Фрэн. Я люблю тебя. Это ракашка! О, боже. О, боже. Мама. Куда нас несут? Это жук-навозник, да? Не-не-не-не-не-не-не. Куда ты? Ч-ч-ч-ч-ч. За руками и ногами, чтобы я смогла отправиться домой. Человек? Думаю, мы сможем достать тебе пару рук и ног. Нам придется лететь дальше, чтобы исправить это. Ты готова очутиться в лапах чудовища? Какого чудовища? Меня. Я чудовище. Полетели. Да ты не чудовище. Ты солнышко какое-то. Очень жарно. Ух ты. А, Фрэн, Фрэн, ты плавать умеешь? Вот мы и здесь. Ух ты. Это место такое красивое и спокойное. Хотела бы я остаться здесь. Спасибо. Это мой дом. Здесь я был рожден. Дух великого Волока создал его. Здесь самая чистая вода во всей вселенной. Ничего себе. Звучит здорово. Кто такой великий Волока? Не слышала о пяти реальностях? Он король первой реальности. Давным-давно он воевал с седьмой и пал. Он пал так сильно, его сердце было разбито. Он был один. Он прибыл в Эвересту. Его кровь окрасила воду в розовый цвет. Вот почему она такая чистая. Это длинная история. Ого, звучит грандиозно. То есть, я не знала о других реальностях. Но как ты здесь оказалась? Что привело тебе в Эвересту? Мой котик, мистер Полноч, я возвращалась домой. Я была так рада его снова увидеть и обнять, но потом мы упали. Это сделал большой монстр, который нас преследовал. Он сломал мост. Он хотел моей смерти. Кто хотел твоей смерти? Звучит ужасно. Я предпочитаю не говорить об этом. Но, сэр доктор, вы знаете, почему я стала деревом? Да. Иногда наши желания так сильны, что сбываются. Ты сделала это, чтобы остаться в живых. Твоё человеческое дело было уничтожено. Но ты хотела остаться с собой. Хотела сохранить себе жизнь. Поэтому ты заняла пустую оболочку, чтобы сохранить свои воспоминания. Но впервые выжжу, чтобы человек использовал дерево в качестве кокона. Но тебе опасно здесь находиться. Это делает нашу землю уязвимой. Я сама это сделала? Ого! Палантра, сэр! Как? Я не поняла, что сделала что-то. Ты не поняла, что сделала? Ясно. Что ж. Привы в Эвересту, ты открыла дверь между нашими реальностями. И пока эта дверь открыта, нежданные существа могут попасть сюда. Если это произойдёт, баланс будет отравлён. Есть только один, кто хотел бы отравить вторую реальность. Монстр. Жуткая чернота. Не плачь, моя зайка. Я не могу смотреть, как это происходит вновь. Просто не могу. Не грустите, доктор. К сожалению о том, что сделала. Я не хотела. Ох, маленькая девочка, ты такая милая. Тебе не о чем сожалеть. Ты особенная, но давай сосредотончимся на твоих руках и ногах, хорошо? Ммм, да, доктор. Вонь солнца, дух воды. Дай Френ ее руки и ноги. Как ты себя чувствуешь, Френ и версты? Чувствую себя прекрасным деревом. У меня есть листья. Рад, что тебе нравится. Я говорила, что мы исправим. Это волшебная вода. Она может починить всё, что угодно. Что угодно? Думаете, она сможет починить моих мамочку и папочку? Ой, доченька моя, слишком наивная. О чем-то починить? Что с ними не так? Ничего, доктор. Большое спасибо за помощь. Вы лучший доктор, что у меня был. Вы пушистые и красивые. У меня был другой доктор по имени Дирн, но он был просто злым стариком. Стариком? Думаю, это не так. Может, он просто следовал правилам? А теперь пойдем. Я отнесу тебя на станцию. Видите, сёночко пушистое. Ой, полетели. Какое крутое вот это вот, вот это крутое пушистое существо. Я хочу, чтобы оно всегда было с Фрэном. Вот и мы. Покажи королю Жьяру, каким гражданином и верстой ты стала. Еще раз спасибо, доктор. Вы должны познакомиться с моим котиком. Это было прекрасно. Скоро увидимся. До свидания. Про еще и хорошие топливы. Мне нравятся ее, типа, волосы. Что с тобой, девочка моя? Не ясно. Так. Пушистой котик. Тебе нравится? Вот и я. Фрэн, дорогая, у тебя листья на голове. Ты красивая. Какой тут красивый. Да, да, Фрэн, ты красивая. Позволю взглянуть на тебя таким, каким гражданином и верстой ты стала. Спасибо, сэр. Доктор потрясающий. Он творит волшебство с помощью воды. Но он грустил. Он рассказал мне много вещей, но я не совсем поняла. Не волнуйся. Полонтрас будет в порядке. Я знаю причины. Нам нужно уладить кое-какие проблемы. Но тебе не о чем поспокоиться. Давай лучше поговорим о том, как тебя вернуть домой. Хорошо? Да, пожалуйста, вы говорили что-то о великом волшебнике. Да, только великий волшебник сможет вернуть тебе человеческое тело. Но у него есть камни, чтобы открыть дверь, которая приведет тебя домой. Где волшебник? Какие камни? Эта земля полна непонятных вещей. Ты еще не вышла из замка. А уже хочешь все знать? Вот страсть, о которой я тебе говорил. Имей терпение, Фрэн. Великий волшебник живет внутри Великой горы Катры. Но мы его не видели уже некоторое время. Найти его, и все будет хорошо. Почему вы сами не пытались найти великого волшебника? Не было необходимости. Все логично, понимаешь? Для нас не нужно колдовать или варить деле. Мы можем это делать сами. Более важная задача волшебника защищать камни, открывающие дверь. Понятно, выходит, камни это ключи. И где эта гора, вы сказали? Тебя придется поспрашивать. Следуй за указателями. Мне пора идти. Но я вернусь, чтобы помочь тебе открыть дверь. Хорошего тебе дня в Иверстии и удачи в поисках великого волшебника. Ой, солнышко! Это моя солнышко к нам. Ты видел большое существо, котик? Это Палантрас, он починил меня. Да, очень пушистый, чуть не забыл. Вот твоя сумочка. Спасибо, котик. Спасибо, котик. Ты видел мои таблетки? Нет, может они на другой стороне озера, рядом с твоей одеждой. Хм, что ж, в любом случае у нас есть другие дела. Нам нужно найти волшебника. Да, король также говорил что-то о горе. Да, гора Котре. Великий волшебник живет там. Пойдем. Фу, поразговорили, поразговорили. Давайте, давайте, поищем. Трон короля. Интересно, удобно ли он? Не смей сидеть. Так, ладненько. Если что, у нас есть оборона. Котябыч, пойдем. Здравствуй. Нет, вы не можете войти. Закрыто. Простите, я просто хотела узнать, что за этим проходом. Библиотека, конечно же. Но она закрыта. Возвращайтесь зимой или осенью, тогда она будет открыта. Эй, ты что, говорящий дерево, что я отвел к палантрасу? Да, это я, палантрас дал мне руки и ноги. Да, и голову, это очень хорошо. Хи-хи. Да, но почему библиотека закрыта, сэр? Все логично, когда солнце вращается вокруг второй луны и версты, мы открыты. Только тогда можно получить истинные знания. А это случается только зимой и осенью. Ох, получается, вы ничего не изучаете весной и летом? Конечно, изучаем. Мы учимся постоянно. Сейчас я узнала, что ты любишь задавать много вопросов. Моя любопытность, мне любопытно. Вот и все, здесь в верстике все выглядит по-другому. Видимо, ты не из этих мест. Что ж, надеюсь, скоро тебя увидеть. Да, спасибо, сэр, пока. Господи, нам что, надо ждать полгода, что ли? Ну ладно. Окейшки. Ну, пошли дальше, наверное. А что тут? Ничего себе, немного страшно, но красиво. Отлично, давай пойдем туда, наверное, выходить будем из замка. Написано. Здравствуйте, сэр. А вы охранник? Да. Понятно. Вы знаете, где находится гора Котром? Да. Вы можете сказать, где это? Да. Господи, ты можешь что-нибудь кроме «да» сказать? Пожалуйста. Скажите, прошу. Гора Котром находится в зимнем времени. В зимнем времени? О чем вы? Ммм, конечно, в зимнем времени. А ты что думала? Эмм, я не могу ждать до зимы. Ох, ее не надо ждать. Туда нужно отправиться. Отправиться? Ну как? Ох, извини, я не умею объяснять. Иди вниз по лестнице и прямо. Найдешь часовщика. Он объяснит. Кажется, он пытался мне объяснить. Хорошо, спасибо, сэр. Эмм, ладно. Пойдем, что ли, вниз? Опаньки. Мы спустились. Давайте посмотрим все. Интересно, что это за камень? Давайте посмотрим все, что можно. Эмм, угу, молоко. Чисто теоретически мы были вот тут. В том план трасса. Кажется, это замок. Ага, нам надо пойти вот тут, к этому дереву. И вот гора Котром. Угу, окей. Теперь знаем, куда нам идти. Так, о, так много рыбы. Кажется, они торопятся. Угу. О, боже мой. Привет. А, кто здесь? Кто? Я Френ. Вы меня видите? Теперь я вижу. У тебя четыре глаза. Ух ты. Четыре глаза. У меня нет. Что вы продаете? Самый лучший пламбас со всей земли. Хочешь их понюхать? Конечно, они похожи на кокосы. Это какашки, мисс. Какашки, которые я собираю. Это не кокосы. А кашки, как в туалете, ничего себе. Я думала, какашки есть. Плохо. Плохо, почему они вкусные. Здесь их любят. Они помогают расти и сиять. И мне нужны эти удачи с пламбасами. Пока. Эээ, какой милый. Чертобряк. Боже. Хороший день для тканей и ниток. К вашим услугам. А может, мой платьишко сыщу? Здравствуй, чувак. Привет, я Френ. Что вы делаете? Добрый день. Я Прутер. Я кую этот кусок железа. Для чего? Мне нужно сделать часовщику несколько деталей. Понятно. Вы делаете любую работу по металлу. Конечно, если у тебя есть идеи, мы можем их обговорить. И тук-тук. Я это сделаю. Это хорошо. Спасибо, сэр. Пора работать. Если тебе нужны мои услуги, ты знаешь, где меня найти. Какой добрый чувак. Ты кто? Здравствуйте. Что вы делаете? Работаю над своими часами. Понятно, сэр. Вы знаете, где я могу найти великого волшебника? Нет, миссия. Делаю часы. Часы. Слушаю часы. Тик-так. А вы знаете, где находится гора Котором? Гора Котором существует в зимное время. Иначе это обычная гора. Я не могу ждать до зимы. Король сказал, что волшебник будет. Варе Котором. Тебе не нужно ждать до зимы. Это абсурд. Время это бесконечное. Так, короче. Слоистая реальность. Звучит здорово. Что мне тогда сделать? Иди к большим часам и поменяй время года. Просто поменяй его. Где находятся эти часы? Иди к замку, но когда увидишь лестницу, поверни налево. И найдешь большие часы на дереве. Удачи. Спасибо, сэр. Вы очень добрые. Пока. Давайте посмотрим. Что тут еще есть? Улиточка. Эй, котик. Это место такое другое. Ты же понимаешь язык? Да, я действительно понял, что это охранник. Надеюсь, мы скоро найдем часовщика и сможем отправиться на гору Котром. Не, я хочу. Привет. Добрый день, дитя. Что вы делаете? Война вот-вот начинается. Я не вижу смысла обессмысленном. А что вы имеете ввиду? Присоединяйся, дитя. Я дам тебе золотую монету, если ты выживешь. Присоединимся в чем? Игра вот-вот начнется. Ты играешь за Камал, а я за Валок. Белый и черный. Свет и тьма. Это настольная игра, сэр? Да, настольная игра. Погрузимся в это приключение. Ты против меня. И дам тебе монету, если ты выиграешь. Что скажешь? Да, конечно, какие здесь правила. Разместишь три фигуры по диагонали, горизонтали или вертикали и выиграешь. Используем механизм, чтобы узнать, кто начинает. Играешь. Конечно, похоже на крестики-нолики, которые мы играли в школе. Но зачем вам отдавать мне золото, если я выиграю? Время золота. Я очень старый, я живу очень долго. Я просто хочу весело провести время. Понимаю. Что ж, сыграем. Черное. Ох, ладно. Думаю, играть мы начнем в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите продолжения. А с вами была Баня. Всем удачи. Всем пока-пока.